Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ «Новости Дагестан» в студии Эльмира Зубаирова и коротко о главном. Спасибо за помощь, дагестанцы! Участники СВО поблагодарили земляков за поддержку. В красоте все профессии покорны. Среди сотрудниц УФСИН региона выбрали самую лучшую. Все подробности конкурса расскажем в выпуске. Заявки можно подавать уже сейчас. Компания «Марватур» приступила к приему документов на ХАДЖ-2024. Юбилей мастерской талантов. Детская художественная школа Махачкалы отметила свое 50-летие. Сколько людей в Дагестане получает зарплату больше 1 миллиона рублей? Ответ на этот вопрос обнародовала аудиторская консалтинговая сеть «Финэкспертиза». Таких в республике всего трое. Статистические данные включаются все суммы, начисленные за месяц, в том числе доплаты и премии. Кто те счастливчики, которые попали в «золотую тройку», не сообщается. В целом на Кавказе такую зарплату получают 78 человек. Больше всех российских работников-миллионеров числится в Москве. Около 15% от общего числа. Спасибо землякам за помощь. Бойцы из зоны СВО поблагодарили аграрии в республике за гуманитарный груз. Дагестанцы, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, записали видеообращение к сельхозпроизводителям. Сегодня к нам прибыла гуманитарная помощь из Дагестана. Отправились все необходимые продукты питания. Сушеное мясо, дагестанский сыр и всего такого, которого здесь нам, конечно, не хватает. По которым мы скучаем. Огромное спасибо аграриям Дагестана и всем, кто принимал активное участие в этом. Это нас мотивирует, всех бойцов, что нас помнят, помогают. Победа будет за нами. Напомним, что ко дню работника сельского хозяйства в зону СВО от Дагестана была направлена гуманитарная помощь весом в 26 тонн в составе груза, мяса, овощи, фрукты, сладости, вода и многое другое. Обследование лесного массива, штурм здания, задержание преступников и освобождение заложников. Такие задачи в рамках учения отработали сотрудники управления Росгвардии по Дагестану. Занятия спецназовцев проходили в течение двух недель на базе учебных полигонов в поселке Ленинкент и Карабутахкентском районе. В них были задействованы бойцы ОМОН и СОБР. Они оттачивали свои профессиональные навыки по тактике специальной, медицинской, высотной и огневой подготовкам. В Дагестане выбрали самую красивую сотрудницу уголовно-исполнительной системы республики. Накануне были подведены итоги конкурса «Мисс УИС-2023». Лучшей стала сотрудница СИЗО, капитан внутренней службы Сивиль Гусенова. Теперь девушка отправится на всероссийский этап конкурса. За титул боролись девять сотрудниц уголовно-исполнительной системы республики. В первом туре конкурсантки показали свои знания нормативно-правовых актов и строевую подготовку. Кроме того, программа конкурса включала в себя забег на длинную дистанцию, стрельбу из пистолета Макарова, а также применение приемов самообороны. На творческом этапе участницы читали стихи, пели песни. Финалом конкурса стало дефиле в вечерних платьях. «Хадж» компания «Марва Тур» уже приступила к приему заявок на «Хадж» 2024 года. Саудовская Аравия изменила сроки подачи заявок на поездку в святые места. Теперь они принимаются заблаговременно до 20 февраля текущего года. В связи с новыми требованиями принимающей стороны генеральный директор компании «Марва Тур» обратился к будущим паломникам с просьбой уже сейчас подавать необходимые документы. Уже сейчас нужно активно готовиться к отправке, подготавливать свои документы. В этом году Саудовская Аравия не будет принимать пятилетние паспорта, как это было в прошлом году в виде исключения. Поэтому нужно будет готовить десятилетние биометрические паспорта. Также при подаче документов в онлайн-формате паломникам будет предоставлена скидка в размере 100 долларов на любую программу. Своё 50-летие отметила детская художественная школа в Махачкале. Это старейшее учебное заведение, в стенах которого юные мастера оттачивают свои навыки и развивают талант. А помогают им в этом люди с большим педагогическим стажем. В честь юбилея в выставочном зале Союза художников представили лучшие работы учеников и выпускников за последние годы. Их увидела и моя коллега Салия Магомедова. У Энзды, подводный туман, сказки Шихиризады, кубачинская роскошь, мелодия узора. С показа этих коллекций одежды началось празднование 50-летия детской художественной школы. В них современный стиль гармонично сочетается с дагестанскими обычаями и традициями. Вещи сшиты учениками под чутким присмотром наставников. Я предоставляла коллекцию Уэнзды. Мы хотели показать наши старинные обычаи. Пояс для водоносного кувшина, который в древности использовались. Самое древнее, что все, что делается у женщин, ремесло. Как они идут за водой с кувшином. Мы взяли все, перевоплотили в современную девочку Уэнзды. На выставке, которая приурочена к юбилею, представлены картины, арт-объекты и инсталляции. Они созданы учениками и выпускниками за последние 10 лет. Малика Гореликова окончила школу в этом году и поступила в профильное училище. Среди представленных здесь работ линогравюра девушки под названием «Угрота». Это работа по мотивам книги «Герой нашего времени» Лермонтова. Работа тоже была очень долгая. Я где-то два месяца работала. Сначала придумала эскизы, потом надо было это перевести. А когда на линолеум, то тоже были некоторые мучения. Много времени вложилось в эту работу. Развивать талант и оттачивать навыки ученикам помогают люди с большим опытом. Это заслуженные работники культуры и заслуженные художники Дагестана. Но педагоги – не единственное достижение школы. Главное достижение этого года и с последним достижением – это то, что мы выиграли президентский грант. И мы смогли исполнить и показать вот такую новую технику – это линогравюра. Тема была «Мой дедушка Расун». И детям мы смогли приобрести афортный станок, которого в Дагестане ни в одной школе нет. У нас вот теперь есть. Гостями праздника стали близкие родственники и друзья художников. Мероприятие также посетили представители администрации Махачкалы и депутатского корпуса. Они поздравили педагогов с 50-летием образовательного учреждения. Прежде всего я бы хотел несколько поздравлений адресовать нашей школе и ее педагогическому составу. И сказать, вот посмотрите на эти стены. Вы представляете, приходят маленькие человечки в школу художественную. У каждого у нас есть племянники, свои дети и так далее. И вот руками этих деток создана вот эта прекрасная экспозиция. Это какой огромный труд. А для чего? Для того, чтобы мы были уверены в том, что культура наших предков сохранится. Выставка продлится до 15 декабря. Посетить ее может любой желающий. Руководство учебного заведения планирует подарить большую часть работ детским садам, школам и реабилитационным центрам. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!